А какое у меня задание? Просто освободить ассасинов и все? Добыть планы нападения в штабе Смотрителей? Боже, ни хера себе. Так, окей. Ну, мне так не хватит еще на двух ассасинов. Дротиков просто не хватит и все. Где я дротиков вам столько возьму? Черт, везде костяные амулеты валяются. Вот здесь, например. Черт, везде костяные амулеты валяются. Ну вот, черт. И что мне с ними делать? Может быть, мне в них мину все-таки закинуть? Черт. Черт! Черт! Мне не хватает на перенос. Не хватает. Нет, я не буду ради костяного амулета туда спускаться. Костяный амулет — говно. А у меня два дротика. Всего лишь два. А, он на уровень ниже, поэтому я могу просто вот сюда вот пройти сейчас вниз. Тоже, только эти парнишки тянутся. На святые матрасы, давай уже уходи. Уходи. Эу. где он да если бы я пошел сейчас на тот этаж это было бы глупо я на команда признанности наносит больше ну зачем они мне мне бы дротиков лучше раз ассасин снизу то я пойду вниз и как мне добраться до этой ладно не суть я хотел я хотел просто вернуться назад за тротиками но я посмотрим сколько врагов здесь у меня два дротика хватит на 2 я смогу еще одного вынести спокойно без проблем о май фокин гад надо только сверху вынести этого говнюка что ты здесь делаешь вали отсюда вали я сказал ты подумал я тебя не найду да ты подумал ой я пройду здесь и ничего не будет нет нет ты не сексапильная брюнетка чтобы здесь ходить без 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 разрешения старшего кто старший я не знаю гендальф валяйся тут пичка хорошо уютно никто тебя не трогает только я могу сдохнуть и тогда смерть будет моя на твоей на твоей вине да господи мне не нужно не нужны мне обычные болты мне нужно необычные болты вот так всегда нужна необычная тебе женщина ты находишь обычную женщину такс ну не шарманчик а и всего двое здесь да я тогда я потрачу всего лишь один дротик окей тактика тоже хотя подождите я попробую рискнуть двоих оглушить сразу вы что это да конечно когда я встал ладно я просто встал с ног и я не смог не смог его оглушить таким способом то есть я к нему подошел встал с ног и уже нельзя оглушать ну да конечно это логично и раду да эти проблемы были в оригинале счет я не все-таки без дротика не обойтись здесь а вот и дротики хорошо рассчитали разработчики дротики и прочее господи что что такие сосунки то почему схватывают ни хера себе куда засунули мой амулетик вот нет я пожалуй туда даже не буду идти потому что меня по имеют по все щели не будет больно я буду страдать я буду 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 страдать вы конечно хотите чтобы я страдал и конечно понимаю что вы ненавидите меня всей душой но я не хочу ну и чё реки веримать еще раз сеньки веримать чуть не захотите так чуть не здах ей я не сдах не понял а вот они я думаю где я я я я то что чуть не потерял из виду тротики думал куда исчезли кто забрал кому по жопе надавать куда пришел кто не помнит второй этаж 3 1 книжка очень нужно зашибись ну что это было акищет что ты-то здесь делаешь а смотрите одного уже нету куда-то испарился окей может быть это тот кто был сверху как это странно звучит по киевски немножко я я каким-то образом это сделал упс прости не хотел я просто ошибся я даже тебя переносить не буду вот я настолько тебя не уважаю господи их двое все равно там легко и просто непринужденно труп 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 и здесь труп все наконец-то я перестал нянчиться этих переноси этих этих усыпи этих освободи этих перенеси этих этих задницу что-то засунуть их пока никто не видит давай конечно только можно кто я вам кто за что вы так со мной я нашел для себя укромное местечко хорошо что рашер совершенно опустел здесь наверху я буду безопасность я случайных мародеров и затопление во время сильных дождей я никак не могу набраться храбрости чтобы вернуться в свой кабинет торговом здании и поискать свои старые книги ну да ладно однажды у меня закончится консервы и тогда волей-неволей придется выйти отчаяния кого угодно сделать храбрым дневник типичного задрота играющего в майнкрафт и доту мая-мая-мая да ребят вы такие извините надеюсь меня таки не правда не смотрят но да еще не сколько вас сколько басковых здесь а я пойду пешком да ёпперсты пешком то не получится прийти сосать тринь-тринь какая-то музыка из принца персии звучит окей не знаю причем ну-то на на о чисто Продолжение следует... 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 И она найдет новый имя, и новый использование для ее скиллами. Даже если Дунваль бурнется на землю, один корнер Эмпира будет все равно знать твою историю. Дауд, убийца императора. Дауд, который спарил его битвейцам жизни. Уже будет не за Дауд. Наверное, будет она забили, скорее всего. Ну, да, я так полагаю, так и будет. Потому что, ну, Дауду ведь можно убить уже после в оригинальной кампании. Так что следующий DLC будет не за Дауду, но связанная с ведьмой. В общем, посмотрим. Что, мне будут титры показывать? Блин, крутой на самом DLC. Вот, блин, Юписофт! Учитесь, как нужно делать DLC! Electronic Cars! На вас третий нахер свои глаза и узрите, как нужно делать DLC! Capcom! Особенно Capcom! Посмотрите, как нужно делать DLC, который стоит 10 баксов! Нет, вам не нужно вырывать мультиплеер из игры, потом продавать его по частям, как в Resident Evil 6. Нет Electronic Arts, вам не нужно вырывать эпилог из Dead Space 3 и потом продавать его. Причем эпилог идет полтора часа и, по сути, является тем же самым, что представляет себя сама игра. Нет, Юписофт! Вы не должны продавать мультиплеерные дополнения к Assassin's Creed. Нет, вы не должны продавать какие-то ответвления фантастические для Assassin's Creed 3. Вот, какие нужно делать дополнения. За 10 баксов вы получаете, по сути, ну сколько, столько же геймплея, сколько он предложит треть оригинала. То есть вы, по сути, получаете в два раза дешевле то, что можете получить в оригинальной, с оригинальной игрой. И посмотрите сами, это дополнение расширяет сюжетную люнию одиночной кампании, основной кампании. Она дает поиграть нам за персонажа, который, в принципе, более-менее интересен. Оно никак не конфликтует с кампанией, да, оригинальной. Она продолжительная. В ней исправлены многие ошибки оригинала. Ну, не многие, но некоторые ошибки оригинала. В ней нет почти... Да, в ней, по сути, не используется всего того, что нам показали в оригинальной. Нет, конечно, суть-то осталась то же самое. То есть мы можем проходить как мы захотим DLC, то есть либо медицинским способом, либо скрытным. Но мы получаем другого персонажа с другими навыками, да. То есть, как бы, разработчики, они не пытаются нажиться на геймерах и засунуть им, по сути, то же самое в DLC. Нет, это абсолютно, по сути, то, что называли раньше аддонами. Именно вот такие DLC надо выпускать. И мне просто поражают те люди, которые говорят... А-а-а! DLC! Z-Space 3! Как вы посмели на него оронить? Это крутой DLC! Нет, сама игра говно. Ну, ладно. Ну, даже если не говно сама игра, то какого чёрта мне продают эпилог игры за 10 баксов? Почему я должен платить за игру дополнительные деньги, чтобы узнать реальную концовку? Почему? Вот такими делами должны быть. То есть, если ты купил игру, ты должен получить её от начала до конца. И... И дополнения должны как бы... Либо они должны как-то, ну, бригалом каким-то быть, или расширять. Ну, чтобы игра была, по сути, законченным произведением. То есть, вот Dishonored, это законченное произведение. То есть, те, кто не купит дополнения, они, конечно, ничего не потеряют. Но если купят, они приобретут что-то, да? То есть, они снова увидят какие-то новые часы геймплея и прочее. И тем самым... Ну, вот люди меня такие поражают. Они реально кретины. Вот люди, которые считают... DLC, допустим, Dead Space 3 хорошим DLC. То есть, как вы посмели на него оронить? Потому что я потратил деньги, я могу быть недовольным. Здесь мне всё нравится абсолютно. То есть, тут, по сути, та же самая... Эм... Та же самая суть в этом DLC, что и в основной кампании. Но более, как бы, укомплектованно и предназначена для тех игроков, которые уже знают, что такое Dishonored. То есть, да, это игра для тех игроков... Дополнение для тех игроков, которые уже в курсе, что произошло с... Скорого. И они могут расставить... Ну, вот, позиционно, как бы, да? Расставить миссии... В компании... Основной кампании и в компании DLC. И за 10 долларов здесь действительно много контента. В отличие от многих других DLC, которые я играл в последнее время. Ну и... Как бы, это DLC занимает... Среди всех... Поточнее, входит в тройку лучших дополнений, которые я когда-либо играл. На третьем месте... А, слушай, какое у меня на третьем месте дополнение-то? Я не помню. Что я играл в последнее время? А, на третьем месте у меня пир-ревью для Portal 2, потому что оно было бесплатным и довольно продолжительным и вполне интересным. Да, то есть, бесплатное, долгое, продолжительное и оригинальное. На втором месте, как раз-таки, вот это дополнение для Dishonored. И на первом месте Citadel для Mass Effect 3, ну потому что там уже было дохрена контента для 15 баксов. То есть, вы, по сути, купили такое дополнение, в котором контента больше, чем в какой-нибудь там дипильной игре за... За 60 баксов. И меня поражает просто, насколько... Вот, вот, пример нужно брать, допустим, тому же Capcom, каким нужно делать дополнение, чтобы их игры, действительно, игры каким-нибудь издателям, действительно, вот, хотелось проходить, да? То есть, вот, я Dishonored купил, мало того, что игра крутая, да еще и дополнение крутое, и я теперь, в принципе, вот, мне нравится это. То есть, вот, я понял то, что этот разработчик, разработчик Arkane Studios и издатель, это прекрасный, то есть, ну, хороший, знаешь, и свое дело, издатель и разработчик. А вот я покупаю, допустим, игру от Capcom, ну, вспомню Resident Evil Federation Raccoon City. Мало того, что мне дают компанию четырехчасовую, которая идет меньше, чем компания в этом дело. Ну, жанры, естественно, разные, но все-таки, ну, хоть как-то сравнить можно. И мне говорят, потом Capcom говорит то, что, мол, в этой игре есть вторая компания, но она доступна только за деньги. Причем, вы можете, вы можете обробовать эту компанию вторую бесплатно, первой миссии от компании, но остальные четыре главы вы купите только за деньги. Причем, продаются они только пакетами по две главы, и каждый пакет стоит 10 баксов. Да вы что, охерели, что ли? И так ваша игра длится 5 часов, так вы еще продаете дополнительную компанию, которую вы, по сути, вырвали перед релизом игры из, ну, из финального билда игры, и продаете ее за деньги, но, на самом деле, совесть-то иметь надо, тем более, что ваша игра-то не такая дешевая. Я все понимаю, если к загружаемой игре, которая стоит сама по себе 20 баксов, кто-то выпускает дополнение, которое стоит, ну, баксов 10-15, то есть, как бы, чуть дешевле, чем сама игра. Я бы еще понял, если бы Resident Evil Operation Roku City была загружаемой игрой, но, на самом деле, ну, охерели, что ли. Ну вот, и, на самом деле, вот это DLC шикарное, то есть, на ровне Цветодели, это лучший DLC, который играл за последний год, и титры подошли к концу, может быть, какой-то финальный ролик нам еще покажут? Я думаю, нет. Нет? Никаких финальных роликов? Нет, только меню. Ну, в общем, тогда на этом все. С вами был Эллин, и увидимся с вами в следующем DLC для Dishonored, который выйдет... А я не знаю, когда он выйдет, разработчики не говорят ничего об этом, не говорят даты релиза. А вообще, они как-то молчат о Dishonored. Мне понравилось, на самом деле, получил удовольствие. Если вы вдруг не поиграли в DLC, вдруг включили только это видео, чтобы узнать, каково это DLC, хорошее оно или нет. То, да, оно отличнейшее, поэтому я советую вам его купить и пройти, если вам понравилась оригинальная компания Dishonored. И на этом все. Да, еще раз говорю, вроде бы, да, действительно, на этом все. Увидимся с вами в следующих видео прохождениях, которые обязательно появятся.